МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тисячі стартапів із усієї України, майже мільйон онлайн-вболівальників і лише один шанс отримати 100 тисяч гривень за 100 секунд. Хто переможе? Дивись у фіналі Нескафе Ідея Ікс. 18 серпня о 17.00 на М1. Тим часом ми наближаємося до цієї події. Це буде суперфінал битві стартапів Ідея Ікс. Там ми будемо знайомитися із найкращими представниками стартаперів в Україні. І, до речі, пройшло 9 проєктів. Це найцікавіше. Я впевнений, що коли вони зіткнуться один з одним, там буде все. Там буде пристрасть, там будуть сльози, радість. Тож спостерігайте, зараз будемо знайомити вас з шаровим проєктом, який, можливо, стане переможцем в одному з трьох номінацій. ДОБРАТІВ 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 чтобы вот этим ребятам на кризис дальше предложил попробовать заняться кранфандингом и попробовать найти какой-то бюджет самостоятельно, без инвесторов, а просто вот так вот в миру паники. Здесь планируется два этажа общей сложности 800 квадратных метров, которые смогут функционировать круглый год. Мы планируем четыре функциональных зоны. Это workspace, лекторий, лаунж-зона и наша изюминка летней лекторий, которая будет функционировать open-air. Также у нас будут две или даже три поговорные комнаты, в которых можно будет провести какие-либо закритые заседания тех или иных проектов. Идея классная до момента, когда нужно что-то строить. Вас просят профинансировать фундамент, чтобы потом построить что-то, что не будет принадлежать людям, которые это строят, потому что они строят это государственная собственность, территория. Моя порада не будувати там будівлю, а оновити дворик, и все буде классно. Поведа в конкурсе поможет нам залить фундамент наконец-то и поставить первые стены для проекта. Ола! Привет вам из Испании! Лавика тут показывала такие страшные речи, она каже, я с вами зроблю ось це. А я это все не просто так говорила. Я просто послушала, что у испанцев уже есть некий такой интересный инновационный подход к виртуальной реальности. Так, вот же испанская компания Neuro Digital Technology створила специальные рукавички виртуальные, які дозволяются, ну, справжно, вы не справжні, але вони дозволяются відчувати виртуальні предмети. При цьому, знаете, температуру, короче, фантастика. Мало того, с помощью этих перчаток можно понять точный вес предметов, на который будет смотреть ваш глаз. То есть, вы позволяете с помощью этих перчаток себе потрогать, определить форму предмета, на который вы сейчас смотрите. Это все компьютерный мир, он окружает нас, понимаете? Ну, и прототип уже зібрано, тому можно уже насладжуватися виртуальной реальностью, але ж таки гроши забирали на краундфандинговой основе. И, честно говоря, теперь ціна цих перчаток, цих рукавичок будет коштувати 170 баксів, а за пару, ну, можно сказать, 2 чи більше, 350, плюс, минус, немає значения. Я пропоную далее прямувати в океан. Девушки, для вас будет сейчас просто невероятная информация. Кто из вас ради путешествия по Тихому океану на лодке согласится поправиться на 18 кг? А вот американка Соня Браунштейн решила в одиночку пересечь Тихий океан на весельной лодке, и 7 июня она отправилась в такой себе турбе. Такой себе човник вважает 300 кг и имеет на себе супутниковый телефон, GPS-датчик, при цьому ще ежи 550 кг, але я певен, що під час такой мандрівки, подорожі, вона схудне 100 кг, десь как раз на 20 кг. Ей предстоит проплыть около 9500 км. Если ей удастся совершить задуманное, она станет первой, первой в мире женщиной, которая в одиночку пересекла Тихий океан на веслах. Гортаємо все у минулий час. Ми спілкувалися сьогодні із справжнім Янголом-інвестором, а саме із Наталією Березовською. Я думаю, что это в первую очередь реализация своих каких-то знаний, своей экспертизы, своих скиллз, потому что, когда ты кому-то помогаешь, и ты уже прожил весь большой путь, сам как предприниматель состоялся, тебя, конечно же, переполняют знания, тебе хочется ими с кем-то поделиться. И как раз те, в кого ты вкладываешь деньги, это люди, которые максимально готовы тебя слушать, потому что им нужны твои советы, а не только деньги. А еще, конечно же, как всегда, мы глумились над мозговой активностью наших звезд, и сегодня взламывали черепную коробку словом «Хорека». Что это такое? Хорека, я знаю, что это такое. Выбачьте. Хорека – это такой хор, который не особо, наверное, поет. Это точно? Да, рестораны гостиничные и хороводные. Это хор мальчиков-клаустрофобов? А, не-не-не-не. Это течение бизнеса. Хорека? Спой, птенчик, не стыдись. Хорека, которая заряжает нас пивами. Такую же информацию. И завтра мы зустремляемся снова. Будем подспивывать, будем акапельно выполнять усилякие спивы еще до стартап-шоу. И мы будем ознакомиться с найкращими украинскими стартаперами. И даже голос... Ну, не то, что я поддерживаю. Голосовать и поддерживать. Конечно, и вы просто будете с нами, потому что нам важно ваше присутствие, ваши уши, ваши глаза. Будем вас вдохновлять, обещаем. Уже до скорой встречи завтра. Нам потребен ваш мозг. Ааааааа!